Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Лиза Калинина, Роман Шахов и наш сегодняшний гость. Как у него написано на сайте, чертовски обаятельный и безгранично талантливый молодой человек. Привет, Сергей Ашихмин. Серёжа, привет. Привет. Здравствуйте. Куда махать? Да, везде. Нам, Маше. Ну, как настроение? А как ты изменился, мы смотрим, наблюдаем. Немного, да, постарел. Нет, ну, изменил образ, что-то, видимо, какие-то перемены нахвинули. Да, просто вот как-то ехал по центру Москвы и что-то, бац, захотелось мне вот подстричься и преобразиться. Ты кого-то увидел в окно, когда ехал по центру? Или блогат увидел, что... Или светлые очень мысли были в голове? Да нет, посмотрел в зеркало, да, замотаю эти волосы. И заехал быстренько. Как раз рядом был стилист мой любимый. А, буквально вот так, то есть в один момент. Мы уже думали, что что-то изменилось. Когда решаешься на такие поступки, то это делаешь сразу. Быстро. Потом можно перехотеть. Это точно. Это как стату. Поэтому до сих пор я их не сделал. Тебе идёт. Так что продолжай эксперименты. Я должна была сказать ровно. Ну, пока ты молчишь, я говорю, потому что это действительно, как мне кажется, очень здорово. По поводу футбола. Смотришь, болеешь, расскажи. Следишь. Активно. Я не очень, честно скажу, люблю футбол, но слежу. Куда без этого. Знаю, кто как выигрывает. Вот недавно была игра 3-1. Мы опять радовались. Впервые наша команда сборная в каком-то... Как там это разделяется, я забыл. Никогда они не выходили из группы. В 1-8 они вышли. Все потому, что он увлекается экстремальными видами спорта, да, Сергей? Да, я люблю серф, люблю сноуборд. Более такое... Слушай, ну вот эта вся атмосфера. Все-таки чемпионат приехал к нам. Весь мир сейчас здесь. Это круто. Это влияет? Как-то вот тебе ощущается? Это круто. Это очень хорошо, потому что едешь по центру Москвы или гуляешь. Вот сейчас надо больше гулять москвичам. И ты видишь эти позитивные, веселые лица. Пусть они с разными флагами, не с русским, но все равно даже иностранцы кричат «Россия! Россия!» Это же отлично. Вообще атмосфера на самом деле очень классная. Такое ощущение, как будто ты где-то не в Москве, не в России. Как творческий человек. Хочешь ли ты воспользоваться ситуацией, например, с помощью фанатов, ну, например, клип снять? Как массовочку ребят пригласить? А, мы уже думали какого-то известного футболиста взять в клип. Что из этой идеи? Пока думаем. Дзюб убери. Пока еще время есть, думаем. Насколько нам известно, что, тем не менее, ты сейчас дизайнер, ты занимаешься активно своим таким производством. Ну, я не дизайнер, но у меня бренд одежды. Но я придумываю все и контролирую все. Да, у меня есть человек, который конструирует, конструктор, который делает все, что я придумал себе. Да, но тем не менее, футбольная тема, я так понимаю, тоже сыграла свою роль. Сейчас, да, мы сделали специально, да, чтобы девушкам, парням было стильно и комфортно ходить на футбол, смотреть и болеть. Мы придумали такие прикольные образы под футбол. Как раз шортики, все с полосочками, все в такой спортивной тематике. Скажи, если будут зимние виды спорта, спортивному олимпийскому комитету стоит ли обращаться к тебе? Без проблем. Сейчас как раз раньше мы пользовались чужим производством, сейчас мы открыли свое. Да, мы растем, и сейчас у нас работа пошла легче. Мы исправляем любые ошибки сразу, если они появляются на том этапе, когда мы конструируем какую-то модель. Мы сразу видим эти ошибки, и когда мы раньше арендовывали в другом месте производство, то тяжело было их исправлять. Сейчас это все легче, и у нас еще качественнее стала продукция. Новые векторы развития. Может быть, обувь у тебя появится? В планах, ну, вначале надо начать с одежды, а потом уже сумки появятся скоро. Нет, ну подождите, надо обратить внимание на то, что есть футбольная форма для фанатов. Сейчас у нас еще до 15 июля будет идти чемпионат мира по футболу. И сейчас будет коллекция, ну, будут выходить вещи с моими песнями, то есть названиями песен. С текстом. Незаменимые. Там еще новые треки готовятся, не буду пока их оглашать, они тоже будут с текстами, да. Знаешь, что еще можно? Можно QR-код смартфоном сканируешь и идешь как раз... И переходишь сразу на площадку. В магазин просто сразу. На спине, понимаешь, и красиво, и все, типа камуфляжа. И по импасам сразу все оплатилось, и купила, доставка оформлена. Просто мы ведем рубрику новости науки и технологий, поэтому мы, конечно, предлагаем что-то. Тоже с моей коллекции. В последнее время все больше и больше отшивается мужского, раньше было только женское, и я начинаю все-таки... Ну ты правильно, носи сам себе рекламу. Начинаю менять вещи. А то обычно в одном и том же все время ходил. Скажи, пожалуйста, какие-нибудь дизайнеры, они могут у тебя получить работу? Вот на удаленке, например, или как-то ты в офис приглашаешь творческих людей, как-то привлекаешь к развитию бренда? Да, но как освобождается место, появляется новое. Не освобождается, а появляется еще новое место. Расширяешься тогда? Да. Тогда... Ну пока штаб у нас полный. Пока нам не нужен никто. Что в музыке, Сережа? Рассказывай. Что сейчас? Что интересного? Летом. Перемены. Летом? Ну вот сейчас у меня был большой перерыв между «Смотри» и «Незаменимая», который сегодня я презентую у вас здесь. Да, да, да. Я сидел в студии и искал, что же на самом деле подходит Сергею Ашихминому. Ашихминому? Сергею Ашихмину, который... Вот Сергей не тот, который в Иньян был, а тот, который... Сергей... Тот, который современный сейчас, да. Город Алексин, да, все. Да, да, там все дела, который приехал в Москву, который добивался, как бы там проходил кастинги, все это. Короче, я искал себя. Какая музыка мне больше нравится. Твое. Именно мое, которое подходит больше мне. Выявил себе определенных певцов, чья музыка мне симпатична. Стиль определенный. И сейчас мы над ним работаем. И как раз вот про альбом могу сейчас или позже? Давай, давай. Давай, давай, конечно. Сейчас, конечно. Вот. Я планировал выпускать альбом. Но альбома не будет. Потому что мы все переделали. Мы сейчас... У нас другой стиль. Мы его до конца сейчас доделываем. И во всех новых трехах будет новое звучание. Оно будет более качественное, более стильное. И то, которое подходит мне. Этот стиль, ты можешь как-то его охарактеризовать? Как ты его называешь, по крайней мере? Пока еще никак. Потому что... Ашихмин стайл? Ашихмин стайл. Потому что мы совмещаем те инструменты, те звуки, которые на нашем рынке редки очень. Вот. И их на нашем рынке не услышишь. И будем это как бы продвигать людям. Предлагать. Предлагать, да. Но, тем не менее, мы уже готовы что-то предложить, потому что сейчас в нашем эфире прозвучит и будет крутиться клип и песня «Смотри». Так что, друзья, можно уже... Хороший клип. Да? Нормально. Давайте посмотрим. Относится к новому. Давайте послушаем. Делаем погромче, поярче. Вопросы Сергею оставляйте в ВКонтакте. Страна.ФМ есть публикация, посвященная визиту музыканта. На все вопросы будем отвечать. Да, с удовольствием. Ну, а сейчас смотрим, слушаем. Беглыми пальцами, губами смелыми, ты растворяешь боль стихами белыми. Жизнь наполняется всеми пределами. Счастье мое, что же ты делаешь? Сколько нам стоили наши сомнения? Мы за чертой с тобой, зона отчуждения. Крылья изломаны, мысли недвижимы. Кто же, скажи, может, стань ближе мне? Смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Свет изнутри так безграничен. Помни, что я не обезличен. Пусть обездвижены, к небу приближены. Да мы не будем, мы пусть не выжили. Смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Смотри, смотри, это все ты. Ты жизнь во мне сохранила. Да, давай любить вопреки. Давай любить, что есть силы. Друзья, мы продолжаем. Сентиментальный, рисковый и талантливый. Сергей Ашихмин в гостях у Страны ФМ. Мы продолжаем общаться. Вот на такой позитивной ноте закончили разговор. Да, посмотрели работу. И сегодня познакомимся с еще одной, что очень важно. Она у нас прозвучит вживую, но об этом чуть позже. Друзья, хочу напомнить наши контакты. 909-928-1-89-9. В WhatsApp, Viber, SMS. Можете задавать свои вопросы. А также группа ВКонтакте Страна ФМ. Я думаю, что Сергей искренне ответит на все, что вас интересует. Скоро новые песни. Новые песни, которые... Вот большой был перерыв между смотри и незаменимое. Потому что проводилась большая работа. И сейчас они должны пойти... Не должны, а пойдут чаще намного. И ты пишешь сам. Расскажи, как ты стал автором и исполнителем. Я давно пишу, просто сейчас я начал уводить в тот стиль, который мне нравятся, именно мои треки. А так песни, они все пишутся, садишься на пианино, берешь гитару и пишешь. Надо ли куда-то ехать, надо ли, чтобы это была ночь, или какие-то люди рядом... Чтобы писать треки, какие-то условия нужны. Условия нужны, да. Я люблю один находиться, чтобы рядом никого... Даже если в доме есть кто-то, там в квартире, то... Все, песни не будет. Песни не будет, да. Иди к соседям, все, я пишу песню. Выйдите, пожалуйста, все из квартиры. Вот. Или в машине. Очень хорошо, когда ты едешь, какими-то своими мыслями, ну, о чем-то своем думаешь, и вот тогда приходит что-то интересное. У тебя сразу мелодия, стихи, как это получается? У меня, если в машине я еду, то у меня сразу мелодия со словами идет. Если я дома в студии сижу, то... Да, вот так. Если я дома в студии сижу, то чаще всего я в айфоне закидываю текст, и на текст потом мелодию делаю. Ну, вначале лучше крутой текст придумать, потому что мне тяжелее делать на мелодию текст. Ты сказал, что поменял стиль, понял, что твое, перед этим просмотрев и прослушав многих артистов. Кто нравится? Может, кого-то можешь отметить из... Кто вдохновляет? Да. Сейчас, ну, я западное все слушаю. Как бы мне нравится сейчас Трой Сиван. Если знаете такого. Да. Вот мне нравится Зейн, мне нравится Эд Шеран, то, что делает. Мне нравится Шон Мендес. Как бы, ну, акцент на таких артистов я делаю, чтобы было хорошее. Ну, так уже, качественно. Что нравится, то и делай. Да, от чего меня прет. Да, вот то я и делаю. Песни, когда... Вот ты сказал, что альбома не будет. Или альбома не будет пока. Пока не будет альбома, потому что пришлось переделывать весь музыкальный материал и настраивать его в другую сторону. И я просто, я понял, что я не тот человек, который может выпустить альбом из десяти песен, из которых два будет каких-то хита, хороших треков, а все остальное... Добить, да? Добить лишь бы альбом. Зачем это делать? Я лучше буду выпускать. Я слушаю Адама Ламберта, я знаю все его треки, и я жду, когда он выпустит новый трек, чтобы послушать, что же он выпустит. Он не выпускает. Ну, конечно, он сейчас гастролирует с Queen. Ему, видимо, не до этого. У него и с гастролями, и совсем все в порядке. Но все равно он не выпускает никакой альбом, он выпускает с синглами, потому что... Ну, время такое сейчас. Да, смысл выпускать и добивать, типа, я выпустил альбом, зачем? Лучше выпустить один трек, чтобы он качественный был, чтобы люди долго слушали, и чтобы он быстро не надоедал, и чтобы... Слушай, вот скажи, пожалуйста, твое мнение. Сейчас, в принципе, молодым артистам развиваться проще, ну, в силу того, что есть интернет, но, с другой стороны, очень большая конкуренция как-то рассеивается. Что ты скажешь по этому поводу? Да, большая конкуренция молодых исполнителей, и они... Есть очень даже неплохие, много талантливых. Есть неплохие, но они быстро гаснут. Вот это плохо. Это... Ну, это совокупность всего. Как хит, совокупность музыки, слов, мелодии, всего. Также и поднятие артиста как личности, это тоже совокупность. Это как бизнес, шоу-бизнес. Ты должен быть интересным людям. Как быстро не погаснуть, скажи тем, кому сейчас шестнадцать. Я прям тут какой-то сейчас... Нормально же пришел поболтать. Человек, который про шоу-бизнес все знает. Скажи тем, кому шестнадцать, как быстро не погаснуть. Как быстро не погаснуть. Конечно. Писать песни, вначале они будут живые, такие вот у вас от души, а потом надо их выводить на хороший уровень, на профессиональный уровень. Как более делать качественными, чтобы они звучали, чтобы западали в душу, чтобы каждый нашел свою частичку в этой песне. Себя. Мы знаем, что у тебя есть желание песни свои переводить на английский. Вот с этим. Как ли это? Мы готовились просто, да. Институт информации страны. Может быть, это ложь, поэтому надо не подтвердить. Я не знаю, может быть, я в прошлой жизни был иностранцем каким-то, но я почему-то пишу песни на английском в два счета просто. Подожди, у тебя, например, утротилась мелодия? Да. С каким текстом она? Она сразу идет на тарабарском. А, вот. А ты потом на два языка. Потом я там могу немного в силу возможности своего английского языка я могу сделать какой-то текст на английском, но все равно вот этого сленгу вот такого не смогу вставить текста. Нужен все-таки... Но в силу того, что ты в России живешь. Ну, конечно, да. И плюс у меня не такой уровень английского языка. Но я легко очень именно на английском пишу песни, именно вот, чтобы мелодия, все вот это было... Попало. Такое фирменное, да. То есть... Ну, так переводить? А то, что сейчас уже вышло на русском, переводить будешь? Да, я это буду делать на английском языке. Да. Сейчас как раз этим занимаюсь и сейчас приобрел классный микрофон такой, который звучит намного круче, чем раньше. А как поступаешь? А вот артисты, например, кто-то ездит по студиям, кто-то строит студию дома. У тебя какой-то метод? У меня дома студия. Я ее долго собирался в студенческих времен. Ой, создал, да. По чуть-чуть, там клавиатурку куплю, там микрофончик один, потом его продам, подороже куплю. Вот так вот по чуть-чуть собирал всю студию. Сейчас у меня достаточно профессиональная студия уже. И это нужно мне для чего? Потому что, когда я прихожу в чужую студию, мне может быть некомфортно, еще что-то. А чтобы написать песню живую, ты должен чувствовать себя комфортно и расслабиться. Ты должен понимать то, что ты у себя дома и никто не мешает. Никаких дедлайнов нет, делаешь свое удовольствие. И тогда ты поешь спокойно. Или я, допустим, хожу дома, и у меня какая-то мелодия быстро появилась, я быстренько бегу в студию и ее сразу реализовываю. По поводу вокала. Мы знаем, что у тебя потрясающий голос. Есть ли такое, что ты с утра встал, распеваешься? Может быть, ты занимаешься с преподавателями как перфекционист? Как в этом вопросе у тебя? Ну, я периодически хожу курсами, можно так сказать, к одним и тем же педагогам по вокалу и периодически распеваюсь. Но иногда нет времени просто. Иногда надо с утра вскочить, быстро поехать какие-то еще дела делать, какие-то другие. Но когда есть свободное время, я обязательно утром распеваюсь. Да, потому что если я не распоюсь, такое ощущение, как будто я просто не умею петь. Мне обязательно надо распеваться. А мы проверим совсем скоро. все вживую. У нас будет... Почему мы разговаривали? Потому что будет не только клип мы смотрим в эфире Страны ФМ, но и Сергей Шихмин вживую исполнит песню. Песня незаменимая, так что вы не можете ее... Нет, у нас небольшая пауза сейчас. Готовься, пока настраивайся. Мы сделаем паузу, после которой вернемся, друзья. Будьте в компании Страны ФМ. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, вы слушаете телерадиоканал Страна ФМ. Нас же смотрите, видите на своих экранах. Сейчас прибавь, пожалуйста, Сергей Шихмин в гостях. Раз, два, три. Микрофончик, наушники. Мы сейчас готовимся к презентации песни. Песня незаменимая. Слышишь ли себя, Сережа? Раз, два, вот, сейчас отлично. Отлично, вот, видишь, все заработало. И что-то, может быть, несколько слов о песенке скажешь, прежде чем мы ее послушаем? Или сразу будем слушать? Несколько слов о песне. О песне? Да. Красивая песня. Про незаменимую, которая должна быть у каждого мужчины. И ему нужен каждый вдох ее и выдох. Ну что, тогда выдохнем. И пока мужчины замерли у телевизоров, смотрим, слушаем. Незаменимая. Премьера песни. Вживую. Время сквозь пальцы казалось возможно Просто быть рядом это не сложно Жить до предела, вдыхать твое тело Просто любить тебя Сотни сомнений и многоточий Мысли как стрелы, вода камень точит Знаю одно, лишь вернуть можно точно Если ты любишь меня Ты незаменимая Мне нужен каждый вдох, каждый выдох твой Ты незаменимая Я по твоим следам до конца пойду за тобой Ты незаменимая Мне нужен каждый вдох, каждый выдох твой Ты незаменимая Я по твоим следам до конца пойду за тобой Незаменимая Если уходишь, бей сердце смело Если решила, значит хотела Думаешь, боль убила любовь, но это не важно Знаю одно Нужен каждый вдох Если позовешь Если позовешь Ты незаменимая Мне нужен каждый вдох, каждый выдох твой Ты незаменимая Ты незаменимая Я по твоим следам до конца пойду за тобой Ты незаменимая Мне нужен каждый вдох, каждый выдох твой Ты незаменимая Ты незаменимая Я по твоим следам до конца пойду за тобой Я по твоим следам до конца пойду за тобой Ты незаменимая Ты незаменимая Два вопроса Первый вопрос Ну то, что песня прекрасная Это ты и сам знаешь И мы это все поняли И мы тебе рукоплещем Да и сам кайфанул, но вид даже Вопросы такие Значит, есть ли минусовка этой песни? Спрашивают люди, которые обожают петь в караоке Доступна ли она? Еще нет Нет пока, да? Пока нет Когда будет? Отвечай Ну, думаю, что в ближайшем времени уже будет Будет, да? Все, хорошо Вопрос номер два Что с клипом на эту песню? Вот сейчас как раз занимаемся этим Да, скоро будет клип А что там будет? Там будет Незаменимая Там будет незаменимая Может и две Кастинг незаменимый прошел уже? Нет, еще идет кастинг незаменимый идет Возможно, там будет какая-нибудь иностранная актриса Да ты что! И песен на английском Отечественным актрисам можно ли поучаствовать в кастинге? Написать, например, тебе на сайте? Да, отечественные тоже участвуют в кастинге Всема письма, привет, я незаменимая Выпускницы письма Там просто на самом деле у нас в планах Есть там будет два История из двух клипов и двух песен Вот, и они будут клипами совмещены вместе То есть это будет первый клип И потом будет продолжение Цикл такой Как второй клип, да Музыкальный сериал такой Да Да, да, я вообще хорошо отношусь К многосерийным историям? К актерству, мне просто нравится И я хочу в этом, в этих двух клипах, как бы, играть роли Хорошо А режиссер уже найден? С кем сотрудничать? Мы сейчас, да, обсуждаем это Ну, вообще, ладно, не раскрываем всех Автором идеи, наверное, являешься ты Да Потому что делаешь все, да, уже все придумал Только найти на человека, который это достойно снимет Да Все Ой, ну классно Спасибо, нам вообще понравилось, круто Что-то в музыкальном процессе Есть такое, что делаешь не ты? Есть, конечно Я делаю свою работу, я только пою Большая у тебя команда? Вот если на гастрон ты едешь Какой состав? Нет, пять человек Ну, в нормальной группе Чего-то так сказать Если с танцорами люди просят То два танцора Я, звукорежиссер и директор А если с музыкантами То я, гитарист, барабанщик, звукорежиссер и директор Вот они, наверное, нас сейчас слушают, передают привет Друзья, у нас небольшая пауза Нам нужно выдохнуть Так что оставайтесь с нами в компании Страна.ФМ Скоро к вам вернемся Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Еще раз здравствуйте, дорогие друзья Вы слушаете телерадиоканал Страна.ФМ Программа продолжается Сергей Ашихмин у нас сегодня в гостях Мы посмотрели и послушали У нас была премьера песни Да, скоро появится клип, мы уже узнали Так что, пожалуйста, друзья Следите, когда примерно клип Сложно пока сказать Сложно пока сказать, да Ну, летом, наверное, да Да нет, нет, не настолько поздно Уже скоро новая песня выйдет Просто там следующая песня выйдет И потом они подряд, видимо, клипы пойдут Вместе, как одна история Ждем незаменимую в видео версии Да, скажи, ты активный пользователь социальных сетей? Как к ним относишься? Продвигаешься? Продвигаешь? Сейчас вообще нет Почему? Как-то, ну, потому что, не знаю Вот у меня периодами То начинаю, хочется мне выставлять все А сейчас, нет, перестал я выставлять Ну, как это вообще сейчас артистам помогает? Нужно это делать для продвижения? Как ты считаешь? Нет, если у человека есть определенный концепт Аудитория, он должен делиться Аудитория должна смотреть Вот, обязательно Мне кажется, вообще за этим будущее Мне кажется, скоро это все перейдет туда В эту виртуальную жизнь Но сайты уже не особенно актуальны Потому что как-то все в ВКонтакте Все это вырастает Да, все в соцсетях, да И эти соцсети, они же тоже растут Они будут разрастаться, функции увеличиваются Будут и всегда будет интересно людям Ну, плюс, как бы, интересно следить Я сам сижу и смотрю Ну, сейчас не так часто выставляю Но смотрю По поводу незаменимой Пишет Виктория Шульц Классная песня Все Спасибо Сказали, Вика, у вас есть шут Спасибо Оценили, да, видимо, уже не, ну, круто Слушай, ну, вот сейчас Какие-то сотрудничества, дуэты намечаются Или это неинтересно пока? Вот сейчас обсуждаем У нас есть одна песня Хотим, не буду говорить, какой певице Предложить дуэтную версию Вот этого трека я, который написал Потому что она очень подходит И по голосовым данным И по стилистике этой певицы Когда откроешь карты? Я думаю, вы должны увидеть все сами Что завтраками-то кормить всех Понятно Пусть увидит сразу, а потом уже будем обсуждать Ох, заинтриговал В течение лет какие-то проекты Может быть, отпуск у тебя что задумал? Вот отпуск я пока не хочу Хочу работать Прет? Да, потому что сейчас хочется Надо работать Возможно, сделаю в конце лета Какой-то перерыв на дней на 10 Чтобы просто и потом опять Ну, а ты как? У тебя вот прям какой-то график режим? Или ты по наитию как чувствуешь? Вот сейчас надо? Или все уже запланировано? От утра идешь? Да От утра иду От утра? Не от утра, а от утра Утром встаю и начинаю Ну, сейчас чаще всего я вечером сажусь в студию А днем у меня все другие дела То есть это там Эфиры? Рекламы, там, съемки Бизнес, в конце концов, проверить И одежда там И так далее Ну, всякие другие Все подряд Успеваешь? Нет Понятно Не успею Но у меня есть люди, которые помогают В команде, которые Мы знаем человека, который тебе помогает Это мама Ирина Да Вот Как она отнеслась к твоему новому имиджу И новым песням? А маме, конечно, понравилось Я ей песни всегда Я скидываю Она свой комментарий всегда говорит По этому поводу Какая у нее любимая песня? Ты знаешь? У нее? Я думаю, что ей все нравятся песни мои Молодец Ну, это же я пою Молодец Ну, как маме может не нравиться? Не строгая, в общем Все любит и принимает Поделись, пожалуйста, своим мнением Нет, а почему? Мама всегда говорит Строго по делу? Нет, она говорит свое мнение Но, как правило, те песни, которые уже вы слышите Она оценила на плюсики Везде все плюсики Ее рецензия положительная, значит Да Поделись, пожалуйста, отпуск у тебя был в январе В Мексике ты гонял на волнах Как там вообще? Не погонял я Не погонял? Нет, в Мексике было холодно Так А неудачно Потом, оказывается, мы не в том месте отдыхали Да ты что? Да, там мы отдыхали в Канкуне Оказывается, это туристическая зона Да А я больше люблю такой отдых, как Ну, где местные, обычно Обычно тусят Ну, где местные, где Меньше народа Молодежь, где серферы Где вот сама тусовка А оказалось, что это был другой район Мы не там взяли просто отель Ну, как бы Приключений было все равно очень много Я все никак У меня вот не хватает времени Я, наверное, отдам все-таки человеку Я люблю монтировать видео сам Ну, конечно С отпусков там все Потому что я знаю, что я хочу показать В этих видео Ну, да, я снова Пережить, пережить Когда человеку отдаешь определенному Он только с точки зрения коммерции Может намонтировать, как бы, да А я хочу увидеть именно определенные моменты Которые мне больше всего нравятся Которые самые смешные Самые такие клевые Я вот, может быть, скоро с Мексики домонтирую Наконец-то эти видео И выложу в соцсети И люди посмотрят Что какой был отдых Запоминающийся И очень такой экстремальный У нас и приходит сообщение Ну, вот одно хочу зачитать Виктория пишет Сергей, видно, что у тебя много перемен Какой дашь совет, если период так себе не очень? Как из него выйти? И бывало ли у тебя такое? Спасибо У меня такое бывало и не один раз Надо просто довериться себе Отпустить все И просто подумать об одной главной вещи А самое главное, чтобы вы были здоровы Все остальное Вот есть здоровье Все остальное вы добьетесь Сами Сами, своими силами Самое главное верить в себя И вот еще есть такая вещь Это посыл во вселенную Я в них верю Может быть, я сейчас Как-то смешно немного Нет, подожди, подожди Расскажи, как это работает Все уже при этом сидят Наши мечты Все, они воплощаются в реальное Если вы искренне этого хотите Если вы о чем-то думаете О чем-то мечтаете Вы должны Если вы хотите богатство Типа там Тачки, дома Это не то Вы должны искренне хотеть Вот того, кем вы себя видите Если я певец Я должен видеть себя на сцене Если я хочу добиться чего-то Я должен видеть себя впереди Как мой путь будет идти И вот, когда какой-то Там, если у девушки Какой-то момент Такой Сложный, да Да, сложный Ей надо просто все отпустить Виктория Ей надо чаще улыбаться И просто мечтать Просто включить музыку Включить любимые свои композиции И слушать А вот отречься от иного мира Отрешиться, да Да, отрешиться от иного мира И как бы это А вот одна из таких песен Которая может тут помочь Называется «Стоять» Вот нужно остановиться А сегодня день солнцестояния Можно все загадать желание Сергей Ашифмин В гостях у страны ФМ Сережа, большое спасибо Спасибо До новых встреч Спасибо, пока Субтитры создавал DimaTorzok